МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дамы и господа, вы смотрите программу «Пресс-клуб». Гости нашей сегодняшней передачи. Это Игорь Мандель, статистик, обозреватель. И Алексей Никитин, писатель, прозаик и обозреватель. Ну что, давайте теперь перейдем к другой теме. Опять-таки, эта тема касается России, поскольку это довольно важный момент в современной истории. Все это произошло на этой неделе. 18 июня начался двухдневный визит Владимира Путина в Северную Корею. Ну, вот война с Украиной, она сблизила Москву и Пхеньян. И дело не только здесь, в северокорейском вооружении, которое так нужно России. Речь, видимо, шла и о том, чтобы корейцы северные воевали в Украине, хотя Путин категорически во время встречи с журналистами на второй день своего визита он все это отвергал. Но, опять-таки, этому человеку верить нельзя ни одному его слову. Так что, то, что он говорит «нет», это, скорее всего, обязательно будет «да». Но там различные темы поднимались. И здесь давайте в самых разных аспектах рассмотрим. Я считаю, что одно из главных, в общем-то, это большая заслуга Путина. Вообще, то, что он делает, получается ровно наоборот. Совершенно понятно, что вот эти отношения, они ведут к укреплению военной мощи Северной Кореи. Поскольку Северная Корея подставляет вооружение России, это совершенно понятно. Там и снаряды, и ракеты. Естественно, Россия в ответ усиливает ядерную мощь Северной Кореи, что категорически неприемлемо для Южной Кореи, для Японии. В общем-то, смотрят на этого северокорейского людоеда и просто холодеет кровь. Поэтому реакция Южной Кореи, она совершенно естественна. Вооружение будут поставлять, так заявлено северокорейской стороной, в Россию. Рассматриваются различные варианты логистики. А надо сказать, что военная промышленность Северной Кореи, она одна из крупнейших и мощнейших в мире. Так что, я считаю, что вот как раз Владимир Путин, он доигрался и в этом вопросе. Игорь, ну что, вот такой визит Путин посетил КНДР уже во второй раз. Вам слово. Да, спасибо. Да, это такая вот, я бы сказал, характерная, в общем-то, вещь. То есть, вряд ли это какую-то такую радикальную роль будет играть в войне между Россией и Украиной. Но там же, что произошло в Северной Корее, последний год произошло резкое изменение курса в целом. Они же полностью отбросили идею унификации страны, которая до этого как бы активно продвигалась. А вот этот Ким назвал монумент унификации, который стоял в Пхеньяне, как это, соринкой в глазу, после чего его немедленно разобрали. То есть, по сути, Корея, Северная Корея выходит на новый раунд. Все, да, это же, конечно, это была словесная такая эскапада насчет унификации и все такое прочее. Но, по крайней мере, технически это выглядело, что что-то как-то вот идет, ну, бог его знает, миролюбиво по отношению к Южной. И вот сейчас территорика отброшена. И абсолютно такое четкое направление вектора внешней политики Кореи, Северной, ориентир на Россию. Ну, конечно, это очень четкая как бы картина того, что формируется то, что давным-давно люди называют осью зла или там как угодно. Вот, да, вектор сформировался. И теперь, тут там же до комичного доходит, как всегда в этом режиме. Вы помните, наверное, были прекрасные фото, когда команда целая этого Кима и других стоят и машут самолету, когда тут улетает российский. То есть он же был принят по абсолютно высшему разряду, какие-то немыслимые почести там были, все такое, это смешно было наблюдать. Это мне напомнило старинный журнал «Корея», который я читал еще в юности там. Все то же самое. Вот, ну, да, наверное. По сути, на мой взгляд, мало что изменится, потому что Корея уже 70 или сколько лет, уже 80, сколько там лет, она играет роль такого, значит, полусумасшедшего, который угрожает всех порешить вокруг, и все боятся, и ее не трогают. Вот, радикально ничего не изменилось. А тактически, да, вот этот новый союз, ну, к чему-то там привел. Ну, слишком она, как бы сказать, Корея, слишком она все-таки, ну, мала и так далее, кроме как, чтобы играть роль такого вот вооруженного, такого пугала. Я не думаю, что там что-то фундаментально изменится. Ну, например, я не думаю, что они начнут ядерную войну там и так далее, и так далее. То есть, по-моему, это такое, ну, польза какая-то прагматическая будет, не очень большая, она и так есть. Для России, ну, не радикальная. В общем, как-то так это видится. Алексей, ну что, вот два изгоя встретились, да, Путин, который, в общем-то, никуда уже и выехать практически не может, поскольку он находится под ордером Международного уголовного суда, он назван преступником, вот. И Ким Чен Ын, который, ну, собственно, в Северной Корее он находится, иногда, вот, как мы видим, несколько раз он выезжал в Россию, последний раз он был во Владивостоке. Два режима людоедских, ну, вот их представители встретились. То, что вот как раз Игорь говорил, ну, для меня это вообще какой-то аттракцион, то, что происходило, когда люди, там, десятки тысяч стоят, какими-то флажками машут, слезы на глазах, когда они видят Путина, но я уже не говорю о Ким Чен Ыне. Там, кстати, любопытный вариант произошел, когда, вот, в том месте, где встречается Путин, значит, он же привез с собой весь свой кабинет министров, они зашли, а потом приходит какой-то кореец и говорит, что вы все должны выйти из этого зала, поскольку первый должен войти Ким Чен Ын. И они так совершенно в недоумении стоят, все эти министры российские, вот, и они были вынуждены выйти, а потом, значит, вот вошел хозяин, и потом их пригласили. Тоже такой момент. Трудно понять, насколько это было специально сделано, поскольку ведь существует, ну, обязательно какой-то протокол, по которому ведут себя так, а не иначе те, кто приехал в другую страну, причем этот протокол, он заранее все там прописан и все известно. Не знаю, насколько это была специальная акция, показать, кто такой Ким Чен Ын. Может быть, не оставляет ощущение, что это было сделано не случайно. Но, опять-таки, вот два этих режима, они привели к тому, что и Южная Корея, кстати, в Японии ввели санкции дополнительные. Южная Корея заговорила о том, что она будет помогать Украине вооружением, а это очень и очень, может быть, серьезная помощь. Уже есть ответ Кремля. Ну, тогда мы будем рассматривать другие отношения с Южной Кореей. Но это мы уже слышали неоднократно от Путина по отношению к разным странам. Алексей, ваш комментарий. Да, конечно, все-таки зрелище в какой-то мере поразительное, потому что, ну, Ким, он действительно мировой изгой, и он, и папа его был, и дедушка, это уж привычная история. А Путин-то 10 лет назад был в большой восьмерке, и вот за 10 лет скатиться вот туда, это большой мастер, это надо было уметь, вот ему это удалось. И ведь приехал он отчасти просить, то есть, да, предлагать, но отчасти и просить у Кима. То есть, вот ситуация, конечно, что бы ни говорилось, она показывает реальный расклад вещей, что он просил всего, ну, будем узнавать по мере, да, по мере поступления на российско-украинский фронт, конечно, он просил людей, то есть, совершенно очевидно, что людей, рабочую силу он просил, но вот с той ситуацией, какая у них сейчас складывается, с мобилизацией, с армией, с тем, что снимают вооруженные части, там, с границы с Финляндией, которой только что угрожали, и вот уже снимают и отправляют под Харьков, людей не хватает. Так что, чертовы знают, может, мы увидим, да, действительно, корейцев еще и на фронте. Хотя, не отрицают, но вот, все возможно, да. Вообще, это удивительно, кстати, я бы хотел сказать, что вообще удивительная ситуация, поскольку Россия находится в Совете Безопасности, она постоянный член Совета Безопасности, один из пяти. При этом, с Северной Кореей все запрещено, они находятся под санкциями, и представитель страны, которая является постоянным членом Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, едет в Северную Корею, налаживает с ней связи, и, что называется, делает это не стесняясь. Ну, ни о ком стеснении давно уже речи не идет. Я еще раз говорю, что я не устаю повторять это слово. Глумление. Это глумление вообще над международными законами, над уставом Организации Объединенных Наций, над здравым смыслом. Президент Российской Федерации едет в страну, изгой, которая находится под санкциями, и о чем-то там договаривается. Это запрещено. Ну, вот такой у нас постоянный член Совета Безопасности. Что в этом плане сделать? Ну, совершенно беззубая Организация Объединенных Наций. Ну, наверное, вот этот саммит мира, как-то он и существует, и столько стран туда приехало, поскольку ООН, она сегодня, ну, показывает все больше и больше бессмысленность, особенно в украинско-российском конфликте. Алексей. Да, вы абсолютно правы. То есть, этот саммит, он какой-то мере начал заменять, ну, для решения этого вопроса ООН. Потому что ООН парализована. Два постоянных члена Совета Безопасности, Россия и Китай, блокируют решения, которые должны быть приняты. Но они не могут быть приняты по отношению к одному из членов Совета Безопасности. Поэтому это выходит вот на такой саммит, на котором собирается, вообще говоря, стран больше, чем я вообще могу вспомнить за всю свою жизнь международных саммитов, которые собирались в Европе. Там Хельсинское совещание о мире было меньше стран-участниц. И действительно, президент страны, постоянных членов Совета Безопасности, он нарушает санкции ООН, за которые эта же страна голосовала 15 лет назад. Должна быть реакция ООН какая-то. И что-то я не знаю, мы как-то не очень видим эту реакцию. Поэтому, естественно, реакция Южной Кореи, и для Южной Кореи это... Вообще, эта поездка, она, с одной стороны, абсурдна, но она сильно меняет все. То есть, сильно меняется. Южная Корея, насколько я понимаю, Северная Корея, у них состояние войны, там перемирие, но это состояние войны. И вот вдруг стратегический партнер появляется у Северной Кореи. Вот, по крайней мере, по этому договору. И, конечно, они на это дело должны реагировать как-то. И уже, да, опять же, вот это же вечное российское хамство доносится в качестве реакции на заявления Южной Кореи. Как обычно, кто бы удивлялся. Ну, кстати, Южная Корея говорит о том, что вообще вот все эти заявления из Кремля, они, ну, они не только раздражители, они просто являются постоянной угрозой. И вот сейчас комментарии идут по поводу того, что Путин пообещал изменить ядерную доктрину. Опять-таки, вот это размахивание ядерной дубиной, ну, это, наверное, последнее, что может быть для России, как бы, вот, последний расчет на это. Потому что мы видим, что армия боеспособности под большим вопросом. Кстати, новый министр обороны, он, в общем-то, уже месяц прошел. На мой взгляд, он вообще себя никак не проявляет. Опять-таки, кто был Шойгу, мы прекрасно понимаем. Но новый министр обороны, вообще все эти изменения, которые в последнее время были внесены в Министерстве обороны, они не ведут никак к боеспособности российской армии. Игорь? Ну, конечно, нет. А как они могут? Все эти изменения, скорее всего, были сделаны по внутренним причинам, для того, чтобы малейшие там возможности для какого-то бунта или чего-то еще были пресечены. Потом много же материалов появилось, хотя позиционировали сначала вот этого Белова, как человека порядочного и честного. Сейчас уже куча материалов, говорящих, что он так же ворует, как и другие, может быть, в меньших размерах. Потому что там воровство достигало каких-то совершенно феерических размеров. Вот при Шойгу и так далее. А что может изменить министр обороны, тем более, что начальник генерального штаба остался на месте. Да и вообще армейские проблемы, они же никуда не деваются. То есть нужен какой-то там гений, который вдруг в состоянии что-то там поменять. Он явно к этому не относится. Так что я не знаю, что сказать насчет... Ну, то есть у меня такого ощущения... Ну, что тут говорить у меня? Вы же сами видите. Ни малейших изменений на фронте, ничего нет. Я бы вот как раз хотел... Я никак не могу понять, насколько работают или не работают вот это разрешение, которое было вроде бы получено, что Украина имеет возможность обстреливать российскую территорию. То, о чем так много говорилось. Какие-то противоречивые данные? Может быть, вы Геннадий или Алексей знаете больше меня? Ну, вот я могу как раз прочитать. Политика на этой неделе, да, вот в конце недели, она опубликовала такую любопытную статью о том, что Соединенные Штаты разрешили использовать американское оружие по всей линии границы с Российской Федерацией. И приводятся слова советника президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейка Салливана. Я процитирую. Речь идет о том, что разрешение распространяется не только на приграничье с Харьковщиной, но и на любое место, где войска России пересекают границу с российской стороны на украинскую, чтобы захватить больше территорий. Вот конец цитаты. При этом ракеты дальностью, ну вот эти, Атакам с дальностью 300 километров запрещено применение, а по-прежнему направлять их в сторону России, на российскую территорию. Вот этот запрет остается в силе. То есть, опять-таки, окно возможностей уже, ну, видимо, так. Когда, особенно Путин, когда он говорит, что вот у нас санитарная зона, там 30 километров, 50 километров, все начинают понимать, что что-то нужно делать, потому что, действительно, если его не остановить, то тогда он видит войну, как это движение в одну сторону. То есть, ему все позволено. Кстати, то же самое, ведь, когда идет речь о поставках западного оружия, как это Соединенные Штаты, как это страны Восточной Европы, Западной Европы поставляют, там помогают Украине. Такое впечатление, что даже вот этот визит в Северную Корею говорит о том, что, ну, ты же сам приезжаешь за тем, чтобы тебе поставляли в Россию северокорейские снаряды, северокорейские ракеты, иранские дроны и ракеты тебе поставляют, китайские чипы идут, и всякие там технологии. Китай не хочет в этом признаваться, но это все существует. То есть, тебе все можно, а Украине ничего нельзя. Ну, это же невозможно даже представить. Вот так он видит эту войну, Игорь. Вот это и есть реальная. Вот это реальная проблема. Не вот эти разговоры там и так далее. А вот проблема в том, почему Америка по-прежнему вот эту пугливую, трусливую позицию ведет. Главное, такую неубедительную, потому что они все равно отменяют свои собственные, так сказать, красные линии. То одну запрещали, потом разрешают, то другое, потом опять разрешают. Так же будет и с этим ограничением на обстрелы. Ну, абсурдно вести войну, не имея возможности стрелять по тем местам, откуда война ведется. Но, тем не менее, вот все эти ограничения. Ведь какие-то все-таки разрешения получены, несмотря на их половинчатость. И вот насколько эффективно это все произошло, я пока как-то не очень понимаю, насколько часто этим пользуются. Я смотрю, меня просто поражают успехи Украины, вот все эти их атаки на нефтеперерабатывающие заводы, далеко-далеко за пределами и так далее. Могу себе представить, что было бы, если бы все ограничения были сняты, и современное вооружение, Атакамс и другие вещи использовались бы ровно так, как требуется на поле боя. Я думаю, к этому придет, но пока этого нет. Так что, вот это то, что меня волнует в реальности. Все остальное в меньшей степени. Я уверен, что Украина, если развязать ее руки, способна завоевать назад территорию. Алексей, ну вот как-то, то, что называется степ-бай-степ, ситуация улучшается. Опять-таки, если мы говорим о Джейке Салливане, о его заявлении. Кстати, в Белом доме в четверг выступил представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби, и он подтвердил, что администрация приняла решение направлять производимые в ближайшей перспективе ракеты-перехватчики Патриот в Украину. То есть, это касается и ракет НАСАМС, и Соединенные Штаты говорят о том, что изменен приоритет поставок ракет Патриот иностранным заказчикам. То есть, они прежде всего будут направлены Украине, Израилю и Таиланду, а другие страны, да, мы поставим, но это можно подождать. Иными странами Украина будет пользоваться таким приоритетом, Алексей. Да, но это все-таки замечательное решение, потому что обстрелы вот эти ночные ракетные, они по-прежнему массовые, по-прежнему это предприятие Украинерго, по-прежнему это генерирующие и распределяющие подстанции. То есть, ПВО нужна, и это, конечно, очень хорошо, вот это решение. Что касается удара по, разрешения ударов по российской территории, там действительно есть результаты. Дело в том, что касалось это разрешение в основном ударов хаймарсами, то есть реактивными системами залпового огня, по Белгородской и по Курской областям, через которые шли войска на Харьковскую область. И вот эти удары были, были там и колонны были разбиты, российские. То есть, ну, это, собственно говоря, то, о чем мы просили, когда говорили, вот мы видим их войска на российской территории, не можем по ним бить, вот нам нужно это разрешение. Они его получили, его использовали. То есть, это было запущено. Ну, кстати, Игорь, вот по поводу того, что Соединенные Штаты могут, что не могут. Особенно я эту тему обсуждал в этом ключе, когда никак не могла пройти через Конгресс вот эта сумма в 61 миллиард долларов поддержки Украине. Во всем обвиняли республиканцев, но мы тогда с вами говорили, помощь идет по трем программам. Во-первых, задолженность. Не до поставки по этим программам составляли там в районе 4-6 миллиардов долларов за 22-й, за 23-й год. И администрация могла совершенно спокойно помогать Украине даже тогда, когда не было принято решение в Нижней Палате Конгресса по этой программе. Второе, у президента есть масса различных вариантов, как можно было помогать в те дни Украине. Поскольку, ну, опять-таки, эти три программы – это одно, но у нас в Калифорнии там замороженные стоят сотни, тысячи танков и сотни самолетов. Они, в принципе, законсервированы. Через 5-10 лет все это железо станет просто металлоломом. Это все можно было направить в Украину. У Байдена, видимо, есть определенная задача какая-то. Это связано и с тем, что боятся распада России, а все-таки это ядерная держава, кому достанутся ядерные установки. Опять-таки, боятся, кто придет после Путина, но мне кажется, что здесь еще и такой момент, и вполне вероятно, он никуда не ушел. И после того, как была подписана эта программа в 60-е миллиард долларов, Байдену во внешней политике вообще нечем похвастать о выборах на носу. И, в принципе, то, что происходит в Украине, это вот такая бездонная дыра, куда уходят десятки миллиардов долларов, а результата нет никакого. Результат, если бы села Украина и Россия за стол переговоров, и вот такая позиция Соединенных Штатов, с одной стороны, мы помогаем Украине, с другой стороны, мы помогаем так, чтобы Украина только защищалась. Вот мне кажется, что такая позиция, она как раз и, видимо, в администрации считали, что она позволит, это на самом деле попытка давить на Украину с тем, чтобы Украина все-таки пошла на переговоры. И тогда можно было бы президенту накануне выборов отчитаться, что все-таки вот мы в этом плане что-то сделали. А так вот такая вот война, вот такой замороженный конфликт, никуда линия фронта не движется уже полтора года. Как отчитываться перед избирателями? Мне кажется, что здесь нельзя не учитывать этот момент. Игорь? Ну, да, конечно, нельзя не учитывать этот момент, но на нем можно стоить по-разному. Вот то, что вы сказали, ровно примерно так и происходит. Это говорит, это и называется политическая импотентность или бездарность или и так далее. Если бы это был настоящий, так сказать, лидер, он бы точно так решал бы свою проблему с выборами путем оказания абсолютно полной помощи Украины до ее победы и предъявил бы эту победу как политический результат. И за это получил бы аплодисменты и выигрыш, может быть, на выборах. Но он же не в состоянии, у него же голова не работает в эту сторону, он же не может это сделать всерьез. И вот он крутится туда-сюда. Для меня, вот когда я слежу вообще за всей этой политикой за все это в последнее время, самое такое общее впечатление, что это абсолютная вопиющая некомпетентность просто-напросто. Они не понимают, что они хотят, у них в голове нет ясной цели, а когда нет ясной цели, естественно, ты будешь дергаться up and down. Что и происходит. Они то разрешат, то отпустят, то дадут, то не дадут. Вы уже привели все эти факты, тут добавить даже нечего. Это, как бы сказать, ну худший вид политизирования, худший вид политиканства, когда человек хочет удружить и левыми. Это, знаете, шизофрения головная, когда ты хочешь одновременно быть хорошим и левым, и правым, и избирателем, и насолить как бы Трампу, и так далее. И вот это у него в голове все время путается, и все время одно противоречит другому. Это абсурд, это отсутствие политической воли, и так далее. Вот все, что я могу сказать, Мирыч. Ну, кстати, Алексей, ведь до этого саммита мира, мы уже говорили, было заседание, был саммит Большой Семерки. Вы правильно сказали, в свое время была Большая Восьмерка, то есть плюс Россия. Сегодня можно ли сказать, что это Большая Семерка, на самом деле Большая Восьмерка, плюс Украина? Поскольку на этом саммите в основном решался украинский вопрос, в самых разных ипостасях были заключены соглашения о безопасности и с Японией, после этого с Соединенными Штатами Америки, в немалой степени то, о чем мы сейчас говорим, вот поставка в Украину первоочередная, опять-таки разрешение на то, чтобы не только в Харьковской области можно было западным оружием наступать, бить по российской территории. Все это и последствия вот этого всего. Можно ли сказать, что вот все-таки, кстати, сейчас идут разговоры в июне о том, чтобы Украина, уже начался процесс перехода к основной позиции, Украина вступает в Евросоюз. Это все, в общем-то, говорит о том, что, наверное, да, на фронте нет каких-то серьезных подвижек, но, в принципе, Украина побеждает. Алексей. Да, это, конечно, очень оптимистично звучит. То есть, ну, начало переговоров по Евросоюзу, это начало переговоров, они могут длиться и длиться и длиться бесконечно. И то, что, ну, это, конечно, не семерка плюс Украина, да, но понимание того, что результат этой войны исключительно важен для Европы и для Соединенных Штатов, это понимание есть. Оно время от времени как-то пропадает куда-то, как, не знаю, как вода в пустыне. Вот эти полгода, это какая-то безумная совершенно история, когда Путин, там, давая интервью, говорят, ну, вот, может, переговоры, он говорит, а зачем с ними договариваться, у них патронов нет. Вот, действительно, с его точки зрения и не надо было договариваться. Но, когда мы говорим о том, что линия фронта стоит подвижа или нет, мы немного себя обманываем. Линия фронта не стоит. Все-таки Россия наступает. Вот это очень важный, очень неприятный момент. И это то, что дает Путину определенную уверенность в том, что он говорит, все-таки Россия наступает. Там медленно, где-то 200 метров в день, 300 метров, но это движение есть, и это плохо. Это, в общем, довольно тяжелая вещь. Это надо останавливать, не хватает, не хватает, по-прежнему не хватает там оружия. Но, ну, по крайней мере, есть понимание. То есть, слова понимания мы слышим. Действия, действия, необходимые для решения проблемы, есть частичные слова, достаточные. Да, вот так. Еще одна тема. Суд во Владивостоке приговорил на этой неделе американского военного Гордона Блэка. Почти к четырем годам колонии по делу об угрозе убийствам и краже. Ну, там дело вроде бы не политическое. На самом деле, на мой взгляд, оно высосано из пальца, как и все такие дела. Но здесь главное. Еще один американец, вот что называется, в обменном фонде, который Москва может использовать, чтобы вернуть на родину осужденных в западных странах россиян. Вот кроме Гордона Блэка, я напомню, в России сидят в тюрьме несколько граждан. Среди них, корреспондент Wall Street Journal Эван Гершкович по его делу на 26 июня объявлено начало рассмотрения. Бывший морпех Пол Уилла. Ну, в общем-то, журналистка радио Свобода Алсу Курмашева, она имеет американский паспорт наравне с российским. Она приехала в Россию к родственникам, была арестована. Ну, вот таким образом, это заложники, власти Российской Федерации выменивают американцев на статусных и дорогих таких заключенных россиян. Он уже был обмен, я напомню, в 23-м году. Бритни Грайнер баскетболистка, да, ее обменяли на Виктора Бута, а в США его осудили за торговлю оружием, ну и так далее. Вот, давайте немножко об этом поговорим, буквально у нас там осталось 4 минуты. Вам слово, Игорь. Вот этот случай последний с этим солдатом, он, конечно, удивительный. Это он, конечно, такой сам по себе какой-то полуидиот, как он поехал. Значит, он встречался с этой девицей где-то, значит, в Южной Корее, у него там дома жена, ребенок, и вот он мотается, ну что он, не понимает, куда он едет. То есть, это вот, понимаете, сочетание двух совершенно разных обстоятельств. Поехал за ней там во Владивосток, а потом началось, там, украл у нее какие-то там деньги, он признался, что он украл порядка 100 долларов в рублях, в смысле, потому что надо было платить за это. 10 тысяч рублей, 10 тысяч рублей, причем защитница говорит, он получает 7 тысяч долларов в месяц. 10 тысяч рублей это где-то вот, да, до 100 долларов. Это сам он по себе тот еще кадр, что называется, который вообще, вот получается, в голове пусто, он не понимает, в какую страну он едет, то есть, политически, и всякая неправда, любовь, или любовь какая-то такая грандиозная. В общем, я не знаю, вся эта история выглядит очень, как бы, насколько верить, вот, по крайней мере, опубликованным данным, очень как-то, так сказать, некрасиво и все такое прочее. А так вы уже все сказали, ну, конечно, американцы счастливы, я не знаю, есть совершенно четкая позиция там, вообще не рекомендуют, не рекомендуют американцам ехать в Россию, мне кажется, это главный пункт, а то, что люди, вот, на свой страх и риск делают, ну, что я могу сказать, всегда хватает, вот, ну, таких вот людей, которые не понимают. Все это очень печально, но те-то держат, вот, например, Гершович, это совсем другая история, там, как бы, вот, или вот эту последнюю девушку, как я забыл, фамилию Алсу, как-то вот арестовали, вот, на этом фоне, конечно, а эти хотят, значит, насколько я понимаю, Путин хочет сейчас Красикова вытащить, который убил, там, лидера чеченских сепаратистов, да, что-то такое, в свое время, то есть, да, абсолютно неравноценный обмен, ну, что тут скажешь, вся эта история, такая, очень неприятная. Ну, а что тут скажешь, есть террористическая организация, есть террористическая страна, вот, методы у них одинаковые, да, Алексей, несколько слов. Я бы, вы знаете, я просто общую вещь по этому поводу хочу сказать, ну, это надо понимать всем, и американцам, и с русскими корнями, и без русских, но с русскими корнями, может, особенно, потому что, ну, многие считают, ну, вот, я поеду, поеду, родственники, друзья, увижусь, ну, кто там на меня обратит внимание? Обратят. Путин войны не объявляет, он их начинает и ведет, но он их не объявляет. Он уже начал необъявленную войну против Соединенных Штатов, и то, все то, о чем мы сегодня говорим, включая, там, его союз с Северной Кореей, это проявление этой войны. Любой человек, который приехал в Россию, в принципе, любой, не только, американец, особенно, потому что у него американский паспорт, и он более ценен для него, является потенциальной жертвой этого режима, то есть, он может быть схвачен по любому поводу, выдуманному, реальному, неважно, Путин уже ведет войну против Соединенных Штатов, это части этой войны, вот, все. Это правильно, абсолютно правильная позиция, да. Ну, что, друзья, я только могу сказать, что на этой неделе, 22 июня, начало войны в 41-м году, но вспоминаю, 22 июня, ровно в 4 часа, Киев бомбили, и объявили, что началась война. Это песня военных лет. Вот вам и параллель. Киев бомбили, да? Киев бомбили нацисты, Германия Киев бомбила в этой песне, которая, в общем-то, посвящена началу войны, 1941 года. Сегодня Россия бомбит Киев. Это точка такая, жирная в нашем разговоре. Дамы и господа, я благодарю вас за внимание, Игорь, Алексей, благодарю вас за участие в программе, время подошло к концу. Всего доброго, до встречи в эфире. Спасибо. Игорь.